привет сегодня у нас интервью с александром горбуновым вот он настоящий правда уже ночь на дворе почти 12 часов ночи в санкт-петербурге всем привет для меня это первый раз общем такого рода общения вот спасибо огромное андрею который вытащил все-таки меня на такой интересный диалог надеюсь он получится интересным познавательным конструктивным и даже веселым у тебя семье до тебя музыкантов много бабушки прабабушки там дедушки только только отец музыкант профессионально занимался музыкой был трубачом также делал очень много оранжевок сам писал что-то в общем как бы сочинял очень хорошо играл владел фортепиано роялем вот а то что касаемо меня я в общем мой приход в музыку достаточно такой странная всегда был вроде к его с одной стороны в музыке слышал мейнарда фиргисона там общем все эти записи от которых в общем фанатели эти поколения вот но сам как бы явно к трубе именно как раз мне интереса не было меня был интерес всегда ударным инструментом я собирал все в ведра для бытия полов расставлял их на разные расстояния открытость да и в общем-то забирал все мамины эти щетки для головы и звучало просто потрясающе в общем как бы целыми днями мне больше нравились ударные инструменты вот привели меня привела мама на самом деле в музыкальную школу даже даже не отец который там работал вот и привела как бы к нашему другу семьи геннадий алексеевичу носову со словами ну наверное все таки пора как-то может быть попробовать его общем сам что-то не проявляет интереса может быть что-то не знаю что ты ему дать там ну вот в общем не дали корнетик я сразу сыграл соль первой октавы достаточно как бы нормально человеческая но то как это было такая такое ощущение что как будто я наверно ну не знаю слышал как мне но естественно это слышал потому что я слышал как отец занимался но как бы так как-то наверное без безинтересно может я точнее даже не помню как как мою мою реакцию в общем на все эти занятия вообще это вот не знаю есть люди которые там говорят они помнят свое детство какие-то эмоции там да я честно говоря вот похвастаться таким не могу какие-то отрывки какие-то что-то помню вот но прям доскональные прям какие-то там такие ключевые моменты ну все так очень достаточно смутно вот но в общем привела мама и привела к другу семьи геннадий алексеевичу носову вот отец тоже работал в этой музыкальной школе имени глера вот они вместе такие соратники в общем энтузиасты собирали занимались детскими оркестром отец делал даже ударные инструменты для детской музыкальной школы вот и вел тоже ударный инструмент в том числе ну и в общем так пошло обучение на трубе меня как-то сразу захватил это много занимался мечтал уже чтобы мне уже с карнета перевели на обычную бейну трубу на помповую вот и все достаточно как бы шло ну очень хорошо потому что где-то там спустя там четыре года там да я поступил в московскую центральную музыкальную школу при московской консерватории сначала к серостаново вот потом не перевели к володину проучился я там пару месяцев мне устроили переэкзаменовку которую я не прошел и в общем не пришлось уехать из мш а вот и за то время пока я вот я вернулся опять в калининград я решил что надо быть еще лучше наверное как бы как это мои так сейчас сейчас размышления занимался очень упорно очень много какие-то комплексы себе при придумал неимоверные вот не было баланса было просто одно желание и не было конечно такого наверно конструктивного контроля когда только как бы начинается становление вообще всего исполнительского аппарата все-таки форсировать нельзя потому что есть возможность съехать на какие-то в общем просто на неправильные принципы наверно это и произошло когда я обратился во всяком случае когда я уже был в москве взрослым познакомился с пушкарёвым владимиром ивановичем вот и он мне объяснил я у него я вот очень спросил дарю может быть вы ответите почему я завязал играть на трубе вот он мне поставил колечко вот я когда начал это самое но чуть-чуть надавил иначе эту часть она значит меня как бы получается перекрыла на играл чуть на боку он направо вот она немножко перекрыл и он сказал чтобы тебе нужно было корректировать постановку все подворачивать играть на букве м как то есть как марсалис играет все красное то есть все туда вот поэтому вот этой всей корректировки не было и соответственно в общем у меня закрылся диапазон я выше себе моль второй октавы то есть я играл где-то доре до миг третий вот ну для детского возраста в принципе этого достаточно было то есть ну как бы в какие-то выходы там не звездные но как бы так нормально как бы ровненько достаточно выходил там в гайдоне там в трубном концерте вот в общем раздавил раздавил именно нажатием раздавил себе все весь аппарат вот что впоследствии очень привело к тому что мой педагог генн алексеевич носов и мой отец позвали значит меня на разговор и говоря значит так в шутку как-то решили через юмор пройти начать всю эту ситуацию говорят саш ну что в общем на трубе ты уже научился играть на ли может быть пора уже на тромбоне попробовать на что да на что им сказал в общем вообще никогда об этом не думал и почему много ну ты же видишь как бы слышишь что в общем то что-то не идет общем когда что-то закрылась может быть как там может быть надо сменить на обстановку инструмент в общем решений не знаю почему таким бы то есть других каких-то не нашлось наверно так надо было в итоге перешел на тромбон за четыре месяца до поступления в колледж вот нужно было что-то выучить меня все как бы то есть знали как трубача то есть достаточно успешного одаренного мальчика который упорно там трудится отец трубач в общем подсказывает очень какие-то интересные упражнения то есть ну в общем ждали что вы что-то толковое ну и тут в общем смотрят что трубач переходит на тромбон выучил какую-то ночью кольку шостаковича по моему вот поступил музыкальный колледж и вот с этого момента как раз начался такой реально взросление потому что начался период когда было просто ничего не понятно потому что весь аппарат был но он просто как бы был не адаптирован под тромбом было сложно вообще просто сообразить как вообще с этим басовым ключом ключом что на первой позиции уже не не до оси бемоль в общем то есть какие-то такие моменты конечно но больше конечно с аппаратом и в общем таким образом получился общем кого колледж колледж уже на тромбоне дальше консерватория ну в общем ты с чем заканчивал что за произведение я сколь лишь заканчивал достаточно хорошо я заканчивал нестеровым концертом голубой колокла шотландии талант никуда не денешь как и на трубе перла просто мне кажется что знаешь изначально тебе не хватило поддержки педагога и правильной школы то есть ты просто играл ты так как человек работоспособны целеустремленный ты двигался очень быстро тебе надо было остановить и что-то сделать так что что вы еще пошло видимо не хватило я правильно и на правильное начало объяснение так как должно быть и к чему стремиться ты бы быстро все накачал самое интересное что через много лет вообще узнается просто от людей которые ну постарше меня там на 15 это там под 20 лет до которые в общем хорошо застали моего отца и они говорят что это был свистун в области в калининградской области калининградской области вообще много приезжих то есть музыкантов достаточно было достаточно много не было оркестров к его там до были какие-то там оркестры какие-то духовые там бенды вот симфонического тогда еще не было вот но были в общем музыканты так вот он он владел как бы этим почему он мне как бы это все не рассказал не знаю но как в общем с его стороны не было попытки даже не знаю почему-то как бы почему-то не знаем видимо не посчитал нужен не знаю все таки пусть и нет осталось в общем мы это если есть талант сам пробьется да наверно или как или знаешь есть у меня знакомые люди которые могут играть очень высоко отдают своих детей на классическое отделение и вообще не лезут хотя в принципе у них для любого как сказать понимание вот этого аппарата и все что классика джаз это вообще неважно она подходит просто человек не лезет хотя ну может там 4 октаве фигач на трубе играл свое свое время там как бы сейчас уже на пенсии например и отдают другому и не лезут вообще отдал педагогу все не знаю ну наверно знаешь может быть как это еще я не знаю честно мне отец конечно в этом плане был такой он всегда говорил если если нужно то сам добьешься общем это так он всегда ждал чтобы у меня там что-то загорелась в общем что это чтобы мне это надо было то есть но механик вам правильно я считаю задавал для того чтобы все-таки не из-под палки то есть должно все это быть до зажигать все таки в ребенке надо интерес общей да и не только в ребенке вообще в принципе возрастом человеке когда дирижер стоит перед оркестром он тоже тоже не перед детьми до перед взрослыми людьми он должен их удивить заинтриговать вообще и убедить в том что его видение это в общем имеет право как не то что имеет право она сейчас в данный момент самое объективное и самое в общем проработанное из всех кто в общем как бы здесь есть так должно быть да вот но есть наверное какие-то моменты которые наверное как как говорится должны были произойти случиться вот я не могу как бы отозваться о начальном она о начальном обучении что в общем как бы то есть мне не развили регион да то есть там то есть я был такой непрокаченный да чего очень хотелось бы вот но самые главные принципы которые я до сих пор помню да то что касаемо дыхания в музыкальной школе говорили это всегда то есть должен подуть теплым воду как будто там замороженное стекло ты хочешь оттаять своим теплым выдохом и через каждое буквально слово мой педагог всегда говорил петь 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 то есть задание были очень правильные не было не хватало то что на мой взгляд не хватало в общем технологии не хватало окружение правильными упражнениями которые смогли бы правильно в общем как бы развить аппарат без то есть нужно было нужно правильно направлять внимание как и как я чувствовал его направлять у меня был комплекс длинных мод не знаю там часа полтора на трубе но это же не нормально вообще то есть это вот но ребенку в принципе как бы полтора часа заниматься вообще как бы то есть за день нормально да вот но я дул вообще просто вот эти то есть я сидел и по секундомеру то есть просто на максимальное в общем количество выдохов дул эти длинные ноты я считал что в общем то есть я искал красивый звук мне очень не нравилось когда он там шипит песок в звуке в общем пытался его папа мне всегда говорил ты садуешь растроном в стену и слышишь что слушаешь чтобы песка не было чтобы был чистый тон в общем вот то есть это все все правильные были установки да мы не хватало в общем технологических таких вещей которые позволили бы сразу наверно на начальном на начальной стадии обучения понять вообще правильный принцип за счет чего ты будешь играть высоко все-таки на вот так что но это про обучение про обучение наверно вообще наверно может быть много хотелось бы рассказать и вообще и про педагогов вот я думаю что может быть как-то может пойдем дальше ты молодец и просто взял тромбон и так заиграл на нём что так запел что все теперь могут только позавидовать реально на самом на самом деле андрюш не знаешь мне кажется что мне достаточно было понятно ситуация когда перед поступлением в колледж мне значит генн алексеевич дал тромбон ты ведь возьми его домой попробуй поиграй подумай ты сразу ответ не давай ты ну как бы попробуй познакомиться как то вообще что-то в общем с этим инструментом найти я принес его домой открыл плачу реально плачу потому что меня любовь к турбе была настолько очень неподдельная что я в буквальном смысле спал с инструментом вообще просто где-то там во сне там шевелил там кнопками вообще потому что мне очень нравилось вот эти помпы ну вообще все это механика вот и и тут в общем тромбон который просто я слышал как у нас ребята играли ест да и понимаешь ну это думаю если вот это как бы предел мечтания а я уже играла венецианский карнавал там первую часть гумеля гайдена понимаешь там пытался как будто что-то уже достаточно нормально получалось вот и тут в общем тромбон и басовый ключ было да было было такое конечно испытание с одной стороны но с другой стороны потом пригодилось когда там нужно было играть на баструбе на айфоне и так далее все вот это вся эта трубная техника все эти пальцы все они в общем как бы то есть они в общем сыграли свою роль которую они видимо не доиграли тогда вот а вообще конечно в душе честно я очень люблю слушать трубачи и диски специальные как бы то есть у меня как в фонотеке как бы много трубачей которые которые для меня очень ценные как исполнители как музыканты и любовь это осталось до звук трубы особенно джазовый трубачи верхний регистр это конечно создает такой вообще неповторимый драйв вот этот свист передувание крутое я большой поклонник ну сергисона понятно джон фэдисо би я большой поклонник билл чейза вот этот человек конечно я когда услышал его просто на самом деле захватило настолько что я в какой-то момент вообще даже перестал перестал слушать классику ну то что перестал я просто заметил вообще что я просто вообще не слушаю какую-то классическую музыку меня все время включают был чейзы и мне вот это на этой волне на волне драйва очень нравилось находиться и не то что я представлял как я играю да но энергетика конечно вот именно вот этих трубачей октавистов которые играют высоко это конечно всегда круто заводит уже новые ну да я просто думаешь так ходил у нас такой сегодня интересное вообще интервью с александром всегда домашний всегда классно это просто все кто смотрит отнесутся к этому снисходительно потому что мы с андреем уже большие друзья давно знакомы и первые знакомства наши как раз начинались ну очень очень тепло горячо по моему с опозданиями рейсов там да арбусты киевы да но в общем нормальная нормальная такое тромбоновое знакомство конечно это было супер а какие трубачи тебе нравится ки у тебя в коллекции а я большой поклонник матеаса херса то есть но его технология его язык в плане как бы как музыкальный язык его ну как бы скажем так его стиль игры очень филигранный настолько вообще просто точный что вот наверное из большинства наверное из классических наверно вот его бы на первом месте поставил вот и все мое детство мы засыпали и просыпались сюда с уинтона марсалис и он конечно записался вообще на подкорку очень глубоко и вот сколько его раз не слушаю я все время вспоминаю лагерь анапу лето когда нас укладывают спать на лисеечном всегда на ночи ставил то есть часик мы слушали марсалиса все всем оркестром в комнате это было здоровское время на самом деле генн алексеевич он построил вообще просто прекрасную прекрасные традиции этого оркестра когда за все лето оркестр разбивался на две части и значит одна часть ехала в анапу на полтора месяца другая часть ехала значит под калининградом лагерь такой огонек там был вот и потом менялись то есть все лето то есть мы в лагерях и все лето мы в оркестре все лето мы играем все лето мы занимаемся каждую неделю тех зачеты каждый день каждому малышу был представлен старший кто проверял этюды в общем вот эти занятия и причем это все было как-то такую могут носила такой ненавязчивый характер и больше как-то не знаю такое ощущение она как будто сама получалась таким образом общем атмосфера была создана настолько правильно что занятия вот я вот очень полюбил как раз в тот период времени занятия на улице мы занимались как раз лесополоса сосенки там все стрекозы это вообще запах такой это фантастика просто ты стоишь там под этими соснами играешь общему чудо ну круто вообще на самом деле наверное лучшего для ребенка вообще просто чтобы занять да еще правильно занять я думаю что наверное как бы на тот момент это было наверно ну наверно из моих как бы со дворовых друзей я думаю что у меня было наверно поинтереснее в этом плане за счет музыкальной школы за счет нашего школьного оркестра круто круто да я ему сегодня первый раз услышал я думаю что ты наверно получил большое удовольствие ты знаешь я у меня есть такое слово из трех букв я офигел глобально удивился да я знал что он я знал что он на теннере играл я не думал что так ты не понимаешь зачем перестал ну мне говорят что вроде него там какие-то были проблемы и он перешел на бас тромбон такое бывает но это это странно осознанно что я очень люблю бас тромбон я пойду короче на бас тромбон я уже здесь на теннере все победил пойду побеждать нижний регистр скорее всего это с чем-то связано если он уже так играл в 2000 году 2003 мне не знаю когда это был год 20 лет назад да он давно он уже даже на мастер-классе играл просто так что хотелось просто пожелать просто многим чтобы так было тех из тех мастер-классов когда педагогом остается просто ну по если так в общем не нервно покурить но хотя бы признать в общем блин ну это он просто вон в 16 лет он играл просто ну реально очень классно очень классно на тромбоне с таким звуковидением я слышал у меня было такое же очень классное впечатление о тромбонисте из австрии ханас ханас вот он тогда был марта кирхи не будет было 15 лет он играл все четыре тура наизусть в том числе хан саверна хенса санатина которая написана для трубы и адаптирована для тромбона это то что слоку рассказал то что я хотел сыграть я вообще не сыграл он за нее как-то то есть общему тут только хотел то есть произведение когда мы в общем играем а есть которые очень хотелось в этом конкурсе победил победил да но он получил приз злительский симпатии он правда играл очень круто и для 15 лет и он и для и для для всего то есть в общем конкурса уровень был правда очень классный он играл на австрийском тромбоне может быть какой-то там не знаю достаточно легкий отвечающий инструмент но играл очень красиво логично и эстетично все совпадало именно то есть было было хорошее хороший комплекс то чем человек играет хороший звук хорошая артикуляция хорошие фразы то есть не вы не вы не вывернутый как-то на изнанку и так далее то есть все уже причесаны трели там в общем работа была очень классная сделала поэтому ну в общем таких ребят реально не так много то есть это правда очень единицы которые на именно я касаемо тромбона да на трубе бывают ребята пораньше заигрывают вот так ярко вот там вот такой инструмент физически видимо просто кого то есть ну либо нужно сразу четко педагог с прояснились прояснившиеся технологии с хорошим планом на создание этой технологии ученика он тогда наверно можем добиться такой быстроты результата вот потому что играть хорошо красиво общем не принужденно это нужно нужно скоординированная хорошая система общем всех исполнительских качеств абсолютно всех для того чтобы не было какого-то отягощения в какой-то одной структуре которая тебя будет все время из тебя тянуть энергию он играл в общем настолько свободно спокойно и открыто это в общем на самом деле всех ну как бы скажем так восхищала вот так что такие и да таких ребятки на самом деле не так много вот но самое-самое сложное когда вот аннатолий техничка скобелев он был на конкурсе жюри вот и он правильно вещь сказал что самое главное чтобы то есть этот парень оказался в нужных руках чтобы то есть дальше провести его то есть через вот это взросление с 15 лет да когда есть такой существенный физиологический рост и морально так далее в общем как бы возраст становления вот в этом возрасте очень главное то есть моменты все эти сохранить то что уже хорошо было да и развить то чего не хватало и куда-то двигаться какие-то то есть создавать себе определенные цели когда я услышал уже спустя пять лет я думал что то есть он уже будет просто уже играть уже просто не знаю уже как уже просто мне честно говоря было немножко требуешь но страшновато ехать на на корпус будапистр потому что я понимал что скорее всего наверно приедет о и уже через пять лет всего будет 20 и он наверно будет уже играет после так чтобы можно вот но получилось так что получилось так как вот чего когда то есть анатолий тихонович в общем и говорил что главное в общем не не распрыскать самое интересное что и скобелев тоже был это конкурсе спустя пять лет в будапеште вот и мы вообще вместе потом как-то обсуждали его именно как раз игру ханаса он выбрал почему-то значит взял бах выбрал никто не брал креста на фантазии он единственный взял не было слышно то есть в общем он не приумножился так как я ожидал как ожидали многие а наоборот даже говорят были какие-то в общем там проблемы с аппаратом с работы то есть там очень в берлине он где-то работал вот то есть в общем как бы вот это эти конечно звездочки детские и классные кого то есть детские подъемы они очень здоровские но также как у меня то есть они бывают просто немножко как бы больными такими как бы падениями но очень полезными для того чтобы включить голову да и самому может быть даже на не уповать там на педагогов окружение свое вот отключать свою голову аналитический ум и пытаться как-то в общем продвигаться самому то есть все но все равно самый плодотворный путь это когда мы анализируем все пропускаем через себя и так далее то есть это в общем дает всегда наибольший результат вот